Сегодняшнее положение процессоров Эльбрус. Взгляд. Практика Мифы о производстве в России Сегодняшнее положение процессоров Эльбрус. Взгляд. Практика Наткнулся в комментариях под видеозаписью выступления своего коллеги Андрея Савченко у Максима Гошинина на ссылку как бы на аналитику с причитаниями и выводами Все плохо на этом вашем Эльбрусе Почитал, вздохнул, решил написать с точки зрения практика не комментарий, но ответ, в некоторой мере стилизовав его под пародию и тем не менее всерьез В конце концов, к фронтовому сетевому новостному агентству тоже имею отношение С 2015 года работаю с машинами на процессоре Эльбрус, чиню пакеты, собираю дистрибутивы, отправляю патчи в абстримы, пишу статьи и делаю доклады За это время заметил множество самых разных моментов, касающихся как самих процессоров и компилятора, так и их создателя, компанию МЦСТ Опишу ситуацию с Эльбрусом со стороны практика, включая как технический анализ, так и немножко тестов Первое, имеющаяся публичная информация об Эльбрусе довольно сильно разрознена, больше всего сконцентрирована в книжке Хотя в последние 2-3 года начали появляться статьи не только на сайте МЦСТ, а и силами партнеров Например, чего стоит одна серия статей Со своей стороны решил приложить усилия не только к портированию Альта, и тем самым расширению ареала прикладных программ равноприменимости платформы, а и к публикации полученной информации в разумных пределах и с учетом подписанного Получился этот блог на Сун, серия докладов в основном на ЛВИ и нашей Калужской конференции, а с лета этого года, и небольшая, но растущая группа страниц на Альтовой Вики Ссылки на это все уже были парой абзацев выше Немножко удивлен, что в вызвавшей к жизни эту статью публикации все это начисто проигнорировано С учетом того, что автор вроде как следит за каналом Максима, где соответствующие ссылки есть то в описании, то в комментариях Что-то здесь не так Лекции специалистов МЦСТ и впрямь можно снимать сильно лучше, поработав со звуком и, пожалуй, освещением, монтажем слайдов Если есть желающие, давайте познакомлю со Стасом Фоминым Его Seminar Assembler может очень даже пригодиться, и нужными людьми в МЦСТ, моя почта в профиле и вообще широко известна Мало того, очень нужны на публике слайды Алексея Маркина по оптимизации Это лучшие по теме, что я пока видел, как минимум в плане доходчивости Работаем Ценовая политика МЦСТ и впрямь вызывает вздохи, что у нашего юрлица, и даже у головной конторы, что у моего физлица Которому, впрочем, не продают Эльбрус даже за 1500 тысяч, ибо Хотя известен минимум один случай покупки целеустремленным физлицом через ИП Известные мне цены составляют на Эльбрус 101RS 160TR, 801RS 314TR, 804, 4-процессорный сервер Был 1,4 миллиона рублей на первой партии, сейчас не знаю Обусловлены эти цены практически штучным объемом производства, 50-100 машин в партии, несколько тысяч выпущенных процессоров за все время, СМ Вопросы-ответы Константина Трушкина на СИК-2018 Да, это в некотором роде замкнутый круг, дорого, мало где надо, мало оборудования и программ, мало оборот, дорого, при значительно неинвариантной части разработки в этой самой себестоимости Китайцы брутфорсили подобную проблему массированными государственными вливаниями сразу в несколько различных проектов Выйдя на очень удачное семейство И неплохое, но не поставляющееся на экспорт, семейство Процессоров Не считая еще пары из взлетающего Не буду ругаться еще и здесь на Минфин 2014 года Хотя зажатые ими тогда копики могли уже бурно колоситься и здесь Тем более, что наше государство прикладывает свои усилия даже в рамках условно-рыночной модели В любом случае человек, который не понимает, что разработка и реализация бизнес-плана розничных продаж С поддержкой при том, высокотехнологичного продукта и собственно этого продукта Мало-мало разные явления Ну как бы это помягче сказать Ребенок малый, какого бы биологического возраста ни был Да, и на платы процессоры напаиваются по той простой причине, что процессорный сокет По сути физически и термически нагруженный в HR-разъем Штука тоже технически непростая Решающая маловажной для приоритетных применений задачи и потому отложенная на потом Просматриваются такие два довода за ремонт изделий и заменой процессора, а не платы с ним Я пока не сталкивался с выходом Эльбрусов из строя А3801RS из опытной серии нам перепаяли на серийный 8S весьма оперативно Совершенствование уже развернутых систем путем замены процессоров начального класса на более мощные и совместимые Смысл появится при более широком производстве и более гибкой отбраковки Т.Е. С отключением неудавшихся ядер и понижением заявленной частоты, думаю, не раньше шестого поколения в принципе Про закладки было бы смешно, если б хоть какая-то оригинальная искорка была пририсована к глупой шутке не специалистов Скажу так, в отличие от СММ На вообще всех актуальных X86 Не говоря уже про дальнейшие достижения Лично мне в аппаратуре Тулчене E2K Пока не попадалось ничего прямо или косвенно похожего на закладки Обнаруженные из данных в систему отслеживания ошибок недочеты Производитель оперативно принимает в работу Защищенный режим PTR-128 Про который есть упоминание в том же докладе Трушкина на Seek 2018 2018 Штука настолько суровая, что к портированию на него не готовы ядро Linux Вместе с системной библиотекой Глебк По крайней мере разумными усилиями Поэтому сейчас он применяется либо где действительно надо Либо в LXC В контейнерах специального вида с теми программами, которые представляют потенциальную часть уязвимой поверхности системы в целом Плюсовые программы при заданных ограничениях не жизнеспособны Ну и мантры про выбор между ЦРУ и ФСБ годятся только для тех, не побоюсь этого слова, раскидистых лопухов, которые не понимают свою ничтожно малую, но все-таки ненулевую ценность на глобальном рынке уличного мяса, с последующим спиливанием остаточных улик Дизайн устройств в целом хорош, хотя как железячник и пользователь с примерно 30-летним стажем, разумеется, на каждой модели находил, что можно было бы сделать еще лучше, и рассказывал коллегам из МЦСТ Да, их фирм Варри ориентирована сугубо на специалиста, зато прекрасно работает через КАМ Шнурок Претензии к выбору Графической Оболочки вообще смехотворны на фоне типичных обсуждений графических сред КСФС Уже много лет является пожалуй что наиболее зрелым и консервативным вариантом для любителей традиционного десктопа на НИКС При этом в Альт на Эльбрусе штатно входит графическая среда МЭЙТ А стартовые наборы на девятой платформе включают в себя также и варианты S Cinnamon И LXQT Помимо опять же XFS И доступных в репозитории LXDE S Enlightenment Бинарная трансляция и впрямь выручает для закрытых программ, доступных исключительно под X86 Но здесь равно та же ситуация, что и S Wine Есть возможность выкрутиться, пока до поставщика доходит суть изменений в мире Двухконтурной системы Кстати, это про физическое разделение обработки и неформации различающегося характера закрытости, а не то, что по своей самоуверенности подумал автор той статьи, с прочтения которой началась эта С нарушением В результате имеем хороший универсальный процессор мирового уровня, прямо сейчас пригодный для десктопов и серверов, обладающий большим потенциалом в многопроцессорных системах обработки данных 4s и 8s, это вообще-то Quad Capable Те же Xeon Которые стороннему наблюдателю непонятны, растут именно от изначальной академичности Это во многом исправимо выносом рутинных или специфических вещей на сторону более приспособленных к ним организаций уже происходит Государства, точнее, госкорпорации, закупают Эльбрусы по нарастающей, я это тоже отчасти вижу потому, откуда, какие приходят запросы на нашу операционку и вопросы по ней В физическом мире Эльбрус 801 RS, мой выбор с марта 2018 года А любой желающий может приехать в московский Яндекс.Музей и пощупать такую машину, только с мощной видеокартой, своими руками В общем, логично относиться с презрением и недоверием к кучке сведомых громадян, которые неумело пытаются наводить тень на плетень, весьма избирательно и специфически обработав поступающую информацию, да еще и пытающихся косить под массу и тем более большинство, а в особенности, экспертов Фу таким быть, позор от слова полный Ах да, и тесты, до систематизации пока руки не особо доходили, но ссылка на циферки по 7 зон На страничке уже есть, любой действительно интересующийся темой давно бы их нашел Реальные проблемы, разумеется, есть, и нынешняя недоступность трансляторов некоторых языков программирования, как вот Objective C, или Rust, и принципиальное неудобство реализации JIT, на, влив и пресловутое мало софта, трудно обмениваться, только вот проблемы практики решают применением двуручного рашпиля, а не нытьем Михаил Шигарин, 20 октября 2019 года